Ребята, сегодня я рада представить вам выставку якутского живописца Иннокентия Иннокентьевича Корякина. Эта выставка у нас является второй в этом году в детском музейном центре Якутской городской национальной гимназии. На выставке представлены работы, новые работы, работу последних лет якутского живописца Корякина. И работы все, как мы видим здесь, посмотрим, ребята, посвящены якутской национальной культуре. Все картины специально подобраны для наших гимназистов, для изучения своих истоков, изучения своей национальной культуры, своей традиции. Представляю первую картину, и картина называется «Влюбленный человек». И вот мы видим, что художник подошел к творчеству, к написанию этой картины с большим юмором. И тут молодой человек стоит, спрятался, стоит у окошки леса с букетом цветов и выжидает, когда появится его девушка, чтобы подарить букет цветов. И тут на фоне мы видим якутскую природу нашего края, видим филина, видим тут, ребята, тут всегда говорят, тут брундучок и леса. И тут всегда дети говорят, что лицо особенное у человека, тоже написанное с юмором. Некоторые ребята говорят, что это после сенокосных работ, после того, что этот человек – герой картины Трудиага, он сильно загоревший после жаркого нашего якутского лета. И вот отсюда напрашивается мысль, что в картинах мы можем сказать, что отражен менталитет народа. И тут в частности якутского мужчины. Вот так с юмором подходит художник к своей работе. И следующая работа называется «Волшебные звуки хамуса». Здесь мы видим девочку, которая играет на хамусе. Обычно, когда играют очень ритмично и от души, человек попадает, у человека бывает, у слушателя и у самого человека, который играет на инструменте, особое состояние. Состояние как бы полета, особого такого полета и какого-то транса, можно сказать. И девочка в этом подзвуке хамуса возвышается над родным Аласом, над землей, над своим жилищем. Вот мы видим здесь якутское жилище Балаган. И вот обычно у якутского жилища мы всегда видим Сергея, который встречает гостя. И видим быка. И все это подано в таком золотистом таком свете. И бык, и девочка. Все это как бы на одном дыхании и в одном ритме возвышается над родной землей. И здесь художник, вот дети отмечают, что показывает силу звучания хамуса, нашего национального инструмента. И силу единения человека, природы и животного мира. Вот. Следующая картина художника навеяна настроением после посещения художником Монголии. Монголы — это родственный наш народ, который тоже занимается много лет скотоводством. Мы видим здесь яка и пастуха, который сидит ранним утром. И картина называется «Утренний чай». Это раннее утро. Сидит пастух и начинается у него новый день. Новый трудовой день. И тоже тут утро бывает, особенно ранним утром бывает тихо-тихо, да? Перед рассветом особенно. Когда поднимается солнце и озаряет всю землю. И мы видим тут исконное традиционное занятие наших народов и монголов, и якутов, да? И здесь мы видим яка, быка, который пасется в степях Монголии. И дети отмечают, что як уже и у нас в Якутии водится. Например, в окрестностях нашего города Якутска, около Кенкеме. Вот тоже картина философская. Тоже единение показывает человека и природы. И тут стихия огня тоже тут присутствует. Да, ребята? И переходим к следующей картине. Очень лиричная картина. Очень романтичная. Отмечают дети, когда видят эту картину. И происходит у детей ассоциация с древней якутской легендой, с лунной девочкой. Есть якутская легенда, что девочка-сирота выходит ночью с коромыслом, с двумя ведрами с коромыслом, и просит очень луну, чтобы луна забрала ее к себе. Девочка это очень сильно просила, и луна исполнила ее просьбу. И дети отмечают, что мы в полнолунии можем увидеть, если очень-очень хорошо присмотреться, увидеть девочку с коромыслом на луне. И луна, она такая большая, приблизилась к земле. А земля у нас в цвету самое яркое лето, счастливое детство. И тоже единение девочек друг с другом в танце, ассохой, круговом танце, они танцуют. И в отличие от девочки, которая попала на луну, они, девочки, счастливые, потому что они находятся на родной земле. Их окрыляет любовь родителей, дружба между собой и счастливое детство. Вот так вот мы можем говорить об этой картине. И вообще говоря о творчестве Энакентия Корякина, можно сказать, что он в своем творчестве всегда обращается к исконным традиционным занятиям якутов. Это, как мы знаем, самые северные древние скотоводы. Исконное занятие у нас охота, рыболовство. И как любой якутский мужчина, автор очень любит охотиться в разное время года. И со своими братьями, с друзьями. И его картины на эту тему охоты, рыбалки и рыболовство очень находят отражение в нашем обществе, особенно у мужчин. Поэтому его картины, посвященные этой теме, очень популярны и любимы в нашем обществе, можно сказать. Эта картина называется «Сентябрьское утро» и «Соперники». Здесь мы видим лосей Сахатова, огромные, как лес, рога носит на себе лось. И издалека мы видим другого лося, который с такими намерениями, воинственными рванулся к нашим героям, которые находятся, изображены на переднем плане. Вот один из моментов природы, на фоне пейзажа, самые крупные животные, на которых охотится лось, как мы знаем. Вот дальше. Здесь художник изобразил двоих мальчиков. Это его сыновья, которые обучаются у нас в гимназии. Значит, он является родителем нашей гимназии. И изобразил он своего сына Борю в костюме. символикой нашей гимназии. Дети сразу узнают и говорят, а это же ведь наш символ, наш значок. И почему он изобразил на фоне древних якутских посуды чаши угаях, которым во время больших праздников Исиха наливают кумысы по большим чаронам. Это все наши истоки, наши корни, наша культура, наши традиции. И все это дети видят, и все это впитывают. И даже вопрос не возникает, почему изобразил художник своих детей на фоне якутской утвари. Потому что это все корни. Иннокентий родился в семье художника Иннокентия Дмитриевича Корякина, известного якутского живописца, который в 1969 году с группой художников Селяем Семеновичем Сивцем, Владимиром Карамзиным. Три художника стали иллюстраторами героического эпоса «Оланхо» Нюргуббатов «Стремительный». И дети всегда тут говорят, да, есть у меня эта книга, и в каждой семье якутской это хранится небережно, хранится в библиотеке каждой якутской семьи. И не зря якутский эпос «Оланхо» назван шедевром ЮНЕСКО. Но об этом это отдельный разговор об устном народном творчестве. И мы можем услышать звуки весны, пение птиц на картине «ЦАСККЕМ» и «Весеннее время», «Весна». Это мы здесь говорим о диптихе. Диптих — это «ди-два», две картины в одном. Здесь, которые связаны друг с другом и взаимодополняют. На первой картине диптиха изображен мальчик, юноша, на второй девушка. И мы видим, что здесь художник назвал свою картину «Весна», «Весеннее время», «ЦАСККЕМ» и дети говорят, как мы на вопрос отвечают, как мы видим, откуда мы знаем, что это весна, а не лето, или там другое время года, осень, допустим. Мы видим тут птичек, пуночки, которые прилетают после того, как первый снег сходит, когда появляются проталинки, когда тает снег, появляются пуночки. И это долгожданное время года для детей, для взрослых. Испокон веков так было, особенно для наших предков. После долгой зимы, когда наступает весна, когда все оживает, и предстоит прекрасное лето, самое теплое время года. И тут надо сказать, что тоже, опять же, мы можем сказать о менталитете народа, о менталитете. Каким образом? Потому что, видите, как юноша подает, дарит первые подснежники, первые цветы, которые появляются после, из-под снега, символ духа, символ весны, символ любви, и дарит девочке, девушке. И как он скромно смотрит на девочку, а девочка как отреагировала? Она тоже скромно так и стеснительно ухватилась за щеку, да? И как она стоит, ее поза говорит, что о характере якутской девочки, да? Тут мы видим, как они одеты. Всегда дети говорят, как они ружье на мальчике отмечают, да? На юноше, то, что он вышел на первую охоту, на первую охоту. И здесь отмечают, вот, ставшие после якутским инструментом, вот, сейчас называют, ну, такие, духовой инструмент, как бы, да? Они вызывают большого зверя для охоты используется. И, видите, он, у него, у мальчика в руке первый трофей от охоты, да? Утку он держит. А у девочки, у ног девочки мы видим берестяную, берестяной ведерко. И девочка, конечно, испокон веков, она готовит, девочку всегда наши предки готовили для того, чтобы она стала матерью, для того, чтобы она стала матерью, для того, чтобы она стала хозяйкой очага, да? И всегда она готовится, готовили ее вести хозяйство и учили ее старшие женщины в семье, всегда учили вести хозяйство, доить коров и смотреть за телятами, за младшими братьями и сестрами, да? И дети отмечают здесь, что весна – это самое лучшее время года для многих детей. И когда все оживает, и когда наступает конец долгой, холодной зиме, и наступает прекрасное время года – лето. Так, и следующая картина тоже навеяна настроением после посещения Монголии у автора. Здесь мы видим мальчика тоже, пастух. И здесь ночь, ночь пастуха. Мальчик, ну, тут дети отмечают, что видно, что ему холодно. А как мы видим, что холодно? Потому что говорят, что он одет в меховую теплую одежду, да? И мы видим дыхание тут лошадей. И от мальчика тоже, когда он дышит, идет пар, да? Потому что ночью холодно. Ночью холодно. И последняя картина на выставке называется «Атах Батур» – «Избалованный богатырь». Тут мы видим богатыря. Картина написана с юмором. И его маму, которая из ложечки кормит своего сына. Своего сына. А сын, тут, когда картину видят дети, как-то домысливает, что после длительных походов, после трудных походов, после долгой разлуки, мама встречает сына со своим угощением, да? И тут тоже философский подход, можно сказать, к творчеству, к картине. В чем философия? В том, что для человека, пока есть у него мама, есть родители, он всегда будет ребенком. Пока есть мама, ты всегда ребенок. Будь ты взрослый человек, будь ты даже богатырь, наделенный такими силой, да? И умом, мудростью. И вот такая мысль пронизывает эту картину. И написана она в очень светлых тонах. Солнце заливает всю картину. И мы видим тоже животный мир. И собака тут, его собака наблюдает за таким, за сценой такой, да? Очень такой трогательной, да? Ценой наблюдает за людьми, за хозяевами своими наблюдает. И его богатырские доспехи, он с коня снял седло. И это время отдыха, время единения матери и сына. Вот такая мысль, думаем мы.